Ждем в гости Ивана Стебунова. Добрый вечер. Добрый вечер. Иван, у нас сегодня такой тематический эфир. Сразу хочу сказать нашим зрителям, да, повод прекрасный. 22 ноября у вас премьера. Да. Премьера в театре, в современном театре антрепризы. Спектакль по комедии Гоголя «Игроки». Вы играете, кого играете, распределения нигде нет. Кого вы играете? Я играю Утешительного. Все, понятно. Я играю Утешительного, да, человека, который все это ловко умеет организовать. То есть такой еще продюсер определенной компании людей, можно так его назвать. Карты, господа, зло, вы играете! Я покажу вам удивительную вещь. Вот она. Добало вам! От лица наших товарищей мы предлагаем вам Дружеский Союз. По-своему завидую, да, кто не знает сюжета, действительно, не знает финала. Можно, конечно, да, можно сказать. Потому что состав огонь вообще, да, огненный состав. Да. Материал, материал бомба. В общем-то, обеспечен, мне кажется, какой-то нереальный успех. Олег Евгеньевич Меншиков, игроки у него в театре. Сергей Васильевич Женовач, игроки в СТИ, да. На Юго-Западе игроки. У Антона Юрьевича Яковлева в Питере, вашем любимом, вышел тоже, тоже игроки. С Петром Симаком в главной, на минуточку роли. Вот. И вот, ну, чем будете удивлять, чем будете брать? Ну, мы подошли, у нас есть свое, спасибо режиссеру Илье Бледному. Так он, мы решили со своей стороны в эту историю зайти. Не о том, даже что произошло в этой пьесе. Вот какое основное событие, что там случилось. А о том, как это произошло. Вот мне показалось это интересным. Я, может быть, на первой читке меня это как-то смутило, такое предложение режиссерское. Но потом он так начал это ловко объяснять и придумывать, что зритель знает, по сути, знает почти, ну, он понимает, что происходит на сцене с главным героем, что вокруг него происходит. Вот. Он это, зритель уже понимает, ему не надо удивлять этим, там, в середине пьесы, грубо говоря. А вот о том, как это происходит вокруг него, понаблюдать. Когда зритель тоже включен, и он наблюдает с самого начала, как мой герой со своей командой людей делает, выстраивает там определенную ситуацию. Как? Карты будут? Понимаете, есть. Карты будет очень много. Будет много. Потому что, например, вот у Антона Яковлева, у него там, у него вообще ход, карт нету. То есть они только делают вид, что играют. Женщина? Часто делают, что женщина еще не. Нет, Аделаида Ивановна является. Она является. Адалаида Ивановна является, да. А у нас не является. Не является? Не является. Очень много театров делает почему-то именно так. Обязательно колоду карт, кто не знает, и Аделаида Ивановна ее зовут, обязательно ее решают через женскую. Придумывают еще женскую роль. Но мы этого не стали делать. Вы можете, это я так просто представила, что вы можете этот спектакль на самом деле посвятить, вот будет премьера, Роману Виктику, прошедшему, потому что, на самом деле, он был чудесный спектакль, телеспектакль «Игроки», где играл Калягин, где играл Лазарев, где играл Гафт, Маргарита Терехова играла Аделаида Ивановна, понимаете? То есть это было тоже совершенно чудесно. Не обошлись до того, Ивановна, я помню. Да, да, и мне кажется, что вы как раз можете посвятить этот спектакль. Я смотрю обязательно, правда, интересно, здорово. Значит, карты будут, будет какая-то интрига вокруг, да, как, да? Как, да, как это происходит, там, главные события в этой пьесе, которые всем будут интересны, это уж точно. Как вот они, как развиваются? Слушайте, а что с финалом? Потому что, ну, у Гоголя его нет, да? Всем известно, что финал открытый, и, собственно, неизвестно, что будет дальше с главным действующим лицом. То ли он пустит себе пулю в лоб, да, то ли он там это приспособит. Решено, решено. Вот с помощью декораций, антуража и смены некоторой атмосферки будет понятно, что финал... То есть финал закрыт? Да, финал закрыт. Вы за Гоголем все-таки это закрыли? Да, 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 додумали, да. По стороне. Позволили себе. Сейчас в условиях просто нашей какой-то новой реальности, да, очень сложно. Вообще, респект, как бы, уважуха, да, продюсеру Альберту Могину, да, что решился, в принципе, это время выпускать, ну, во время практически таких военных условий, да. Да, конечно, я как продюсер рискую. Рискую тем более пандемией. Но с этой командой, с этими молодыми, талантливейшими актерами, я уверен в успехе этого спектакля. Это будет просто классно. Ай! Вы готовы, да, вот, к этой заполняемости зала? Вот, тем не менее, нужно какой-то... Ну, это все, да, есть нюансы. Я пока сыграл несколько спектаклей на 50% в зал, и в «Современники» играл, и еще «Антерпризы». И то это было немножко не по себе, честно признаюсь, не по себе. Особенно находиться в «Современнике», где всегда нет абсолютно никаких свободных мест. Вот, и все-таки, да, чувствовать, что есть какие-то острова в зрительном зале свободных мест, это странно. А завтра я впервые буду играть «Три товарища» на 25%. Я даже пока сложно себе представляю, но мои коллеги играют, так что, ну, в общем, это неважно, это все красивые слова, неважно, мы все равно сыграем, сколько бы зрителей ни было в зале. Нет, все-таки психологически это сложнее, да? Но психологически это сложнее, да, это не может не влиять. Не может не влиять, это точно. Мне кажется, как раз и комедия. Комедия, вот, сложнее всего, да, когда вот при таком наполнении все-таки... Это я не знаю. Вот мне не пробовал, говорю, мне все предстоит с этим познакомиться. Все мы в нашей жизни, все вот так потихонечку впервые происходит, и вот впервые будет у меня и такой опыт. И комедия, и комедия, потому что вот завтра «Три товарища», а 22-го уже премьера игроков. Поэтому все буду познавать впервые, чем, кажется, уже интересно. Мы будем думать, что, наверное, важно не количество, а качество зрителя. Вот придет какой-нибудь такой зритель, который вот... Он обязательно придет, он, конечно, придет. Да и на волнение это не сказывается. Ты также волнуешься определенно. Пусть это будет два-три человека в зале или полный зал. На стадию волнения это не сказывается. Но все, я вот говорю как есть. Это вещь неконцентная. Поэтому скорее, да, всем желаю скорее, чтобы все это закончилось. Вот немножко про партнеров своих. У вас один состав там, да? Да, один состав. Один состав, да. Пока вот, по крайней мере, так мы... Не знаю, специально это получилось или случайно. Но как-то как мы встретились, так в том составе прошли. Ни на одной роли нету по два человека. Вот. Так что так. Я не знаю, что сказать. Видите, я сейчас в таком волнении, что мне не хочется заранее что-то говорить, а вот прям очень жду этого первого спектакля, чтобы действительно много чего проверить. Много чего проверить. Потому что у нас не было возможности даже сыграть вот сдачу, как это обычно бывает, как говорится, для папы-мам. У нас это не получилось тоже в связи со всеми этими карантинами. И мы выйдем именно на премьеру-премьеру. То есть вот у нас не будет спектакля, на который ты приглашаешь друзей, только друзей. Такой бесплатный спектакль называется «Сдача в театре». Вот. У нас этого, к сожалению, не было. Мы сразу пойдем на зрителя. От этого волнительно. Еще больше. Смотрите, во-первых, Роман Григорьевич с небес будет вас благословлять. Вот, я думаю. Вот. И Гоголь, и вообще все. Я думаю, что все пройдет. Кстати, есть хороший вопрос. А вы сам азартный человек? Вот прошу, да? Вот, слава богу. Вообще, да? Я миновала, да. Я даже будучи в Лас-Вегасе неделю три находясь, я ни разу не сел за рулетку, в карты. Вообще, бог милого, как говорится, абсолютно. Даже ради интереса вот что-то мне это совсем, как-то вот такое время к вождению не пошло. Не играл. Ну, хорошо. Как кто-то сказал, да? Вот вы говорите, что вы не азартный. Все равно в примере вы же на себя это все... Слушайте, а я знаю таких людей. Вот таких людей я повидал, вот серьезно. Мы обменивались этими историями, иногда смешными, иногда и не очень. А подобных людей как-то вот, наверное, у каждого в жизни все-таки это встречалось. И для этого человека можно легко отличить сразу же. И по разговору, и по манере. Поэтому, да, у меня есть перед глазами такой пример. Несчастный, конечно, пример. Потому что быть игроком это... Ну, тяжелая доля. Тяжелый крест.